Девушки отдыхают Я люблю бабушек, но я с бабушей больше провожу час. А это мама девочки Настя. Чтобы увидеться с дочкой, ей приходится тайком пробираться во двор и даже спиливать замки. Замок так и не погодили. Мы с мамой как сваримось. Мне приходится взрывать скобля, чтобы зайти в хату. В последний раз, как я взрывала, она выкликала милицию. Несколько лет назад Ольга Степановна выгнала дочку за то, что та якобы не занималась воспитанием Саши. И теперь наотрез отказывается подпускать родную мать к девочке. Меня поддерживает внука, очень поддерживает. Я ее вижу, она у меня есть и все. Это для меня все. Она меня держит на этом мире, можно сказать. А это родной отец Саши, россиянин Роман. Узнав, что его бывшая жена и теща враждуют из-за Саши, он решил забрать ее к себе на родину, в Тамбовскую область. Я считаю, что Саша здесь воспитываться не может в таких условиях. Я считаю, что в России она больше будет у меня знать всего. И воспитать я ее там намного лучше воспитаю, чем здесь. И пока самые близкие люди воюют за Сашу, девочка из главного трофея в этой войне постепенно превратилась в ее жертву. Сегодня в нашей студии соберутся все родственники Саши, которые так отчаянно за нее воюют. И мы узнаем, зачем отцу, который никогда не воспитывал свою дочь, понадобилось забирать ее в Россию. Почему бабушка ни на метр не подпускает родную мать к Саше. С кем лучше жить девочке и что она сама думает по этому поводу. Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Актриса театра и кино, мама Ирма Витовская. Начальник службы по делам детей города Киева Николай Кулева. Певица и мама Тоня Матвиенко. Народный артист Украины Владимир Горянский. И наши постоянные эксперты. Психолог Наталья Холоденко и юрист Михаил Присяжнюк. Защитить интересы Саши сегодня приехала ее бабушка. Встречайте, Ольга Сергеева. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Как получилось, что ребенок живет с бабушкой, а не с мамой? 7,5 лет назад я узнала, что моя дочь родила внучку. Узнала через знакомых. Вы не знали, что она была беременна? Это было для вас сюрпризом? Я не знала, что моя дочь была беременна. Я приехала в роддом, и мне сказали... Ну, когда я узнала, что моя дочь уже родила, прошел месяц. Я была в Москве на работе. И решила приехать охрестить внучку. Приехала домой, дома не нашла. Но обратилась в больницу, в роддом, где внучка родилась. Сказали, что ее отправили из Киверец, в неонетологию, в Луцк. Я поехала в Луцк, там нашла свою внучку. Внучка была одна, без дочки. Мне объяснили, что она ни разу не приехала к своей дочке. Какие у вас вообще были отношения с дочкой? Нормальные. Тогда были нормальные, вроде, отношения. Вот смотрите, если были нормальные отношения, почему вы узнали о том, что стали бабушкой, только после того, как уже ребенок родился? Почему ваша дочь вам не сказала, что она беременна? Ведь это же, ну, приятная новость. Почему-то, я говорю, не сказала мне, что ты беременна. Она говорит, я не хотела рожать, я хотела сделать аборт. Вот что она сказала. Я всегда говорила, что ребенка надо сохранить. А вы были против аборта? Да, вот против аборта я была. Она знала это. Хорошо. Вы забрали этого ребенка к себе? Мне давали документы подписывать. Ваша дочь свою жизнь будет устраивать. Вы тоже на заработках. Вы напишите соответствующие документы. У людей есть, что нужен ребенок. И я не подписала. И решила сама воспитывать внучку. Надо было еще выхаживать. Она была в тяжелом состоянии, недоношенная. И почти 10 месяцев мы по больницам находились. Первые месяцы, 2-3 месяца внучке было. Исполнилось я, попыталась дочку найти. Ну и получилось у меня в Кивырцах. Я нашла дочку, привезла ее сюда, в роддом. А вот вы когда дочь нашли, вы с ней поговорили? Я поговорила, да. Вы сказали ей, что ты делаешь? Да, я обязательно. Что она вам ответила? Я обязательно. Что она вам сказала? Она сказала, что меня врачи не допустили до дочки. Вот, сказали, что врачи не допустили. Я ее привезла в Луцк, в неонетологию. Положила ее с внучкой. И сама занималась, ну, стирала пеленки, приносила им кушать. Позвонила в Тамбов, так как еще отец же есть. Я попыталась им объяснить, что у них родилась внучка, дедушка, бабушка. Ну, им объяснила, что ребенку нужны, ну, как, на лечение нужны деньги. Вот, она в тяжелом состоянии. Они мне ответили, что, а будет ребенок жить, стонет на нее тратиться. Вот одна фраза только была больше. Я ничего такого не помню. Это все для меня было шоком. Я говорю, так как, вы что, получается, отказываетесь от своей внучки? Ну, не отказываемся, ну, понимаешь, вот так и так. У нас денег нету, купили машину, там, ремонт сделали, еще что-то. Уже все это на задний план ушло. Я говорю, как же так? Это же живой ребенок, это же... То есть, по сути, вы остались одна. Я осталась одна. Дочка попросилась, говорит, мам, я устала в больнице, я пойду еще погуляй по городу и вернусь. Дочка ушла и не вернулась. Почему родная мать бросила своего ребенка? Ничего не объясняла, она молчала. Все равно для меня непонятно, что она там рожает, вам не говорит. То есть она жила какой-то своей жизнью. У вас не было взаимоотношений нормальных? Или когда они испортились, эти взаимоотношения? Взаимоотношения испортились, когда вот уже на работу стали ездить. Она была в Москве, она уже, ну, стала жить с этим Ромой. Она мне сказала... Рома — это отец? Рома — это отец Саши. Мы работали все вместе в Москве. И когда я с ним поговорила, пообщалась, я сказала, что с ним лучше не поддерживать отношения. С Ромой? Да, потому что безответственный человек. Когда поговоришь, он работать он не хотел. Прихожу, Настя где? Насти нет. У Настя должна была выходная быть. Говорит, ее вызвали на работу. Он лежит, телевизор смотрит в Москве. Лежит и говорит, а у меня, говорит, зуб болит. Оказывается, он уже неделю-другую уже лежит, и у него зуб болит. Настя работает, я работаю по ночам и дням, и все это самое. Вот это тоже несерьезное такое. Сейчас вашей внучке 7 лет. За все эти 7 лет ваша дочь как-то пыталась наладить с Сашей контакт, начать с ней общаться? Нет, можно сказать общей фразой, что она занималась своей жизнью. Два года она вообще не интересовалась, никто не интересовался. Мне ни она не интересовалась, ни отец. У Саши, когда был день рождения, я звонила туда в Тамбов и поздравляла их с именинницей. Они говорили спасибо. Я говорю, спасибо, на гвоздик не повесишь. Может, говорю, чем поможете, я говорю, каким рублем, и все, детей уж все-таки покупать надо, говорю. И кушать, и все, и день рождения, хоть тортик купить. Они говорили мне, что денег нету. Все работают, но деньги расходятся, и у них денег нету. Я знаю, что сегодня у нас в студии есть ваша соседка, Надежда Стащук. Ольга Степановна, глядела, дитя, ребенка воспитывала сама. Маму я не видела, два раза только видела за то время, сколько я прожила, девять роков там, в селе. А как раз она маленькая была девочка эта вот. Вы только два раза видели мать? Воспитывала ребенка, книжки читала ей постоянно, у ней были книжки и много книг. Она ее, девочку я видела всегда охайной, чистенькая, аккуратненькая девочка была, заплетена, с бантиками. Хорошая девочка. Один раз мы с мужем и шли с магазина по дороге, а она отставка идет. Вот, я же не знала ее, эту Настю. Женщина ведет, ребеночка маленького, годика три-четыре ей был, я же не помню. Я говорю мужу, ой, смотри-ка, говорю, смотри, вот это мама. А потом спрашиваю, узнала Сашу. Саша говорит, а кто? Это мама моя. Приезжала, говорю, приезжала. А другой раз я ее видела на похоронах у брата. Больше я ее не видела. Она практически не занималась этим ребенком, та Настя. Саша знала о том, что у нее есть мама? Ну, вот, судя по рассказу, знала. А как она к этому относилась? Она спрашивала, а где мама, почему она так редко приезжает? Когда маленькая была, ей хотелось. Бабушка, ну, не бабушка, она меня то Олей называла, то мамой вначале называла, когда маленькая была мама. А почему у других детей есть и две бабушки, и два дедушки уже, вот, когда в силе общаться стали ходить, вот, и мама, и папа. Ну, я объясняла, мама, папа на работе. Я пыталась, ну, так объяснить. Они зарабатывают денежку, они скоро приедут, так успокаивала. Потом она меня Олей называла, потому что мы как подружки, мы должны жить одной семьей, как подружки. Ну, кто-то сказал, и она мне Олей называла. А потом бабушка. Скажите, как сейчас живет Саша? Саша как живет? Пока нас не тревожили, нормально мы жили. Что сейчас произошло? Не сейчас, прошлой осенью приехал отец со своим братом и с мамой своей машиной. Отец Саша? Ну, и пытались так. Взять ваш? Взять мой, как бы. И пытались забрать, и устроили такое изъятие ребенка, нанесли психологическую травму ей, и это ужасная история. Они пришли во двор и сказали, наша, едешь с нами. А до этого опекунские органы приезжали, комиссии нас проверяли постоянно в холодильнике, что кушать, где ребенок спит, где занимается, чисто у нас, в каком состоянии ребенок. Но когда я стала обращаться, чтобы оформить опекунство, сказали, заберем детдом. Это говорилось при ребенке, и она, каждая комиссия как приезжала, машина останавливалась, она боялась, что ее заберут, и она боялась всех машин. Ольга, у нас сегодня в студии есть Татьяна Даманская, начальник службы по делам детей того района, где вы живете. Два роки назад бабуся звернулася в опекунскую раду про то, чтобы избавить батьковских прав свою доньку, за то, что она неналежным чином выполняет батьковские обовязки. Вы установили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями, мамой и бабой? Факт был факт. Два года назад установили. Мы даже готовили комиссию и документы на то, чтобы принять решение о том, чтобы избавить батьковских прав маму Сашеньке. Но перед тем, как проводить заседание комиссии, мы связались с мамой обовязково. Мама сразу, по нашему первому звонку, в Киверцях мама проживала, приехала до нас в службу. Она уже была на девятом месяце вагитности. И сказала нам, написала даже заяву, пояснение. Она еще раз беременна? У нее есть еще один ребенок? И она сказала, можно я вам напишу пояснение и заяву про это? Я поняла, что я неправильно себя поводила. Но мама не давала мне возможности проживать в этой доме. Но я даю обещанку, что я буду выховывать так, как нужно. Что-то за эти два года изменилось? Да, изменилось. Что? Ведь Саша до сих пор живет с бабушкой. Что же изменилось? Почему ребенок просыпается утром и видит бабушку, а не маму? Вот в чем вопрос. Потому что бабуся не дает возможности маме проживать в квартире. Да ну вы что, шутите? Я не шучу, потому что маме негде жить. Мама приехала воспитывать ребенка, Сашеньку. Она хочет ее воспитывать и проживать вместе. Она несколько раз приходила на колено, вставала. Мам, я буду уже жить. Я уже не пойду никуда, я буду жить. День-два и свои справы сделает, вы видите, и... Что именно? То телефона заберет, то гроши, и какие есть... То есть она приходит к вам, поживет у вас, украдет у родной матери деньги, ценные вещи и уходит? Ну так получается. Вы об этом знали, что именно так Настя живет? Знали, я зверталась. Вот эти все факты, что рассказывает бабуся, они не подтверждены. Потому что мы взаимодействуем, співпрацуем с органами правоохранения. Потому что мне милиция оказала. Два святки. Нет, подождите, вы вызывали милицию, составляли акт. Да, милиция сказала, два святки, шо у вас те було, и шо вона в вас те взяла. И что, милиция не составляла акты? У меня есть бумаги такие. Свидетелей не было.